Все больше известных людей затрагивает проблемы экологии. Например, у нас в стране уже во второй раз проходит фестиваль экологии и музыки «Завтра». Давайте узнаем, почему их решили совместить. Музыки, потому что мы занимаемся этим делом, это то, что мы делаем каждый день, привозим артистов и продвигаем хорошую музыку. А экология, это потому что мы сейчас думаем, что это самое важное, что должны делать люди, думать об экологии. Каких известных людей вы пригласили и как они отреагировали на приглашение? О, здесь много очень известных людей. Вчера был Ваня Дорн, сегодня здесь певица ЗАС, которая является соорганизатором ее фонг, является соорганизатором мероприятия. Антон Беляев, группа Термейтс, Муся Татибаце, Гаяна, Трайангл Сан. Фестиваль разделен на две части. Одна часть, она полностью доступная, свободная, без билетов. В ней как раз находится лекторий, в котором проходили лекции в течение всего дня на тему экологии, развития, устойчивого развития, урбанистики. Помимо этого построен городок из некоммерческих организаций, они все проводят мастер-классы. В этой зоне в платной находится концертная часть, а также инсталляции. Здесь представлены зоны наших партнеров, где можно просто отдохнуть, где можно заработать какие-то призы, в общем, поучаствовать в активностях разных. Это все тоже есть фестиваль. Также здесь есть контейнеры для раздельного сбора мусора. Также здесь есть контейнеры для раздельного сбора мусора. Стекло, пластик, бумага и для тех, кто еще не определился. Еще здесь есть телефон. По нему можно позвонить и сообщить о проблеме с мусором в вашем городе. Не знаю, как в других городах России, но лично в своем районе я не замечала таких урт. Я бы с радостью что-то сыграла, но они приклеены. А еще сегодня здесь должна выступить ЗАЗ. Я очень жду. Надеюсь, что все, кто сегодня сюда пришли, будут больше думать об экологии. Я обязательно узнаю, где раздельно сдавать мусор. С вами на фестивале ЗАВТРА была Алина Вершова.